Как театр начинается с вешалки, котельная 74-го квартала с решетки топливоподачи. В самые лютые морозы она ежедневно пропускает до 300 тонн угля, только нужного размера, не больше 15 сантиметров в диаметре. Камни крупнее могут навредить оборудованию. Оттого за состоянием железного сита внимательно следят. В зависимости, какие камни там падают, происходит трещина, уголки отваливаются. Мы делаем сварные работы, чтобы она полностью не развалилась. Внутри самой котельной с начала мая идет ревизия и мелкий ремонт оборудования. Провести его на некоторых агрегатах можно только летом. Например, чтобы заменить прогоревшие ролики на ленте углеподачи, котлу нужно остывать целые сутки. То же и с бойлерами. Сейчас рабочие заняты их прочисткой от осадка, который мешает теплообмену. А вот глобальных ремонтных работ в этом году на котельной не предвидится. Оборудование здесь не такое уж и старое. Два года назад поменяли второй котел полностью, с вспомогательным всем оборудованием. Четыре года назад первый вот этот котел поменяли, тоже с всем вспомогательным оборудованием. Подогреватели полностью поменены. Плановым ремонтом охватят и другие 23 котельные АКС. На тех, что заняты лишь подачей тепла, уже вовсю идет подготовка к грядущей зиме. А вот те, которые снабжают горожан еще и горячей водой, отключать будут постепенно. Для ремонта им выделят всего две недели. Исключения сделают лишь для самых крупных котельных. На время ремонта их пользователи переключат к другим сетям.